Дорогие друзья, перед началом ролика попрошу вас подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл и в сегодняшнем выпуске мы с вами будем кое-какую тему обговаривать. Я очень давно хотел на своем канале открыть эту рубрику. Наконец появилась тема, о которой можно будет сейчас поговорить. Переходим к самой теме. Погнали! Многие из вас видели, многие из вас слышали от своих знакомых, друзей и так далее и подруг, что в последнее время весь интернет говорит о баттлецах с Мироном и Гнойном. Я решил сделать свою маленькую независимую аналитику о этом баттлее. Так что присаживайтесь поудобнее, я начинаю. Первое, что хотелось бы отметить, это самый лучший баттл на канале Versus Battle. Это самое яркое шоу 2017 года. Это самый насыщенный баттл вообще, который я видел за всю свою жизнь. Поверьте, я их очень много пересмотрел. В этом есть доля правды. Для тех, кто не видел баттл и вообще эту тему первый раз слышит, я советую сейчас видео выключить, потому что я сейчас буду спойлерить. Проиграл Оксимирон. Сейчас я скажу из своих видений, почему это произошло. Сильное заявление. Первое, что сразу же бросается в глаза, это уделено мало времени своему оппоненту. Я конкретно про Оксимирона. Первый раунд только был посвящен Гнойному. Второй раунд вообще про площадки, то есть про версию ССПБ. То есть его соперник даже вообще в этих строках, в этих текстах именно второго раунда вообще не присутствовал. А третий вообще про книгу. Берем Гнойного. Все три раунда сказаны конкретно про своего соперника, только в разных словах. То есть предложение построено по-разному, но смысл он был один. И отличается не количеством панчей. Это и послужил некий толчок для судей. Многие сейчас могут это отрицать, но поверьте, это так и на есть. Судьи даже сами как-то в баттле говорили, что смотрели конкретные слова в раундах. И это точно. Второе, что прям вообще резко бросается в глаза, это поддержка площадок. То есть там в баттле было две площадки. Это слово СПБ и Версус. Со стороны Версуса вообще никакой поддержки не было. Даже человек, который вообще ни разу не смотрел баттлы и вообще не знает, что это такое, может определить, что да, действительно, поддержки как таковой вообще и не было. Оглашали, допустим, Оксимирон. Вот сейчас будет Оксимирон читать. Так что слушайте. Все такие. Ну там вообще там издалека где-то 3-4 человека кричат, типа, о-о-о, там поддержат его. А когда оглашали Гнойного с площадки слова СПБ, зал просто ликовал. Зал разрывался. Все такие Гнойный, там Гнойный, давай убей его, давай там замочи, давай запанчи его. Гнойный, нольный, 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 нольный. То есть это странно. Это очень странно. Почему ресторатор позаботился об этом? Вообще никто не может ответить. И даже он сам как-то в интервью, на какой-то ролике напнулся в интернете, что он даже сам не может спросить, почему-то так произошло. Да вы чё, ебанулись что ли? И, кстати, что я хочу сказать. Я, может, как-то года 2-3 назад занимался саморазвитием в сфере психологии. И сейчас я вам скажу один такой маленький прием. Он реально рабочий, он серьезно работает. Это создается некое давление на судей. То есть, смотрите, к примеру. Оглашали гнойного, зауликовал. Гнойный панчил, зауликовал. Гнойный заканчивал раунды. Все кричали гнойный, гнойный. То есть, создается некое давление на судей. Это важно. Даже если судья будет отрицать это, что нет, типа на меня не влияет это давление, все равно подсознание у человека уже сработало. То есть, она сформировалась. И ни один человек не в силе перебороть свой мозг. Потому что... Потому что... Мне даже в какой-то степени стало жалко Оксимирона. Я не оксидрочер. Сейчас многие могут меня обвинять, типа, вот я за Оксимирона, там, болею, вообще болен им. Нет. Я что к гнойному, что к Оксимирону отношусь нейтрально. Да, я там слушал пару треков гнойного, слушал пару треков Оксимирона. Они меня не цепанули. То есть, мне абсолютно плевать вообще на них. То есть, я не оксидрочер. Можете даже в этом не сомневаться. Можете верить, можете не верить. Мне вообще плевать. Да-да, не удивляйтесь. Что хотел бы еще отметить. Это... Судьи, которые присутствовали на баттле, которые судили этот баттл. Было пять судей. Один судья с площадки Версуса. Второй судья с площадки Слова СПБ. И три типа независимых эксперта. Сейчас разберем два из них независимых эксперта. Когда в самом начале гласили конкретно судей, я вот с такими глазами был. Это что такое? Бэткомедиан, который кинокритик, который вообще никакого отношения имеет к баттлам, он судил баттл. Причем баттл-то серьезный. Он обострет твои любимые фильмы. Тебе это понравится. Женя Бэткомедиан, кинокритик. Бэткомедиан! Я не понимаю, зачем они вообще его пригласили. Я ничего против Жени. Бэткомедиан не имею. Он нормальный чувак. Делает хороший, качественный контент на ютубе. Но конкретно к баттлу никакого отношения не имеет. И для меня это было как-то странно. Серьезно, ну странно. Хуй, бачо, ментяры позорные. Ха-ха, вот это ржага, пацаны. И второй, который я вообще просто опешил, это Руслан Белый. Стендап комик с ТНТ. Стендап комик Руслан Белый. Как он вообще в этой тусовке оказался, вообще никто не понимает. Клинистратор говорит, типа, ну надо было так сделать. Надо было так сделать. Не знаю почему. Короче, надо было так сделать. И все. Он даже сам, когда конкретно оглашал свой голос, он признался в том, что он вообще ничего не рубит. Вообще ничего не понимает в баттле. Я человек новый в культуре. И я честно, я не фанат, не смел. Я что-то смел, чуть-чуть в теме, но не более того. И пригласили. Я понимаю, пригласили бы на баттл такой какой-то среднего класса. А тут баттл прям гигантского баштаба. И пригласили его судить. Ну это очень странно. С таким раскладом можно было позвать, не знаю, Хованского. Эки, пьяный алкаш, который читает рэп. Бля, буду гангстером. Он судил баттлы. Он сам баттлился. Он знает, что это такое. Он, кстати, не один день, даже не один год в этой тусовке. То есть он как ни крути, хоть маленько понимает. Саместно, конечно, Руслана Белого нужно было его постоять. То есть человек конкретно дал бы конструктив оглашения своего результата, а не просто Руслан Белый. А, я судил по количеству панчей. Что? По количеству панчей? Бред. Это так тупо. Даже несмотря на то, что Оксимирон проиграл, я не думаю, что он скатится в карьере. Он также будет собирать сотни тысяч людей. Даже, кстати, он собирается собрать полный олимпийский, выдать свою программу на этом олимпийском. Оксимирон даже писал в своем инстаграме, что будет апгрейдиться. Что этот баттл послужил неким толчком в переосмыслении своего творчества. Даже можете зайти в мою группу. У меня модератор скопировал это все. Вставил так все, красиво оформил. Можете зайти, почитать, посмотреть. Он там много еще что писал. Ну и, конечно, подписаться на мою группу ВКонтакте. Я желаю искренне обоим участникам баттла, которые мы только что обсуждали, творческих успехов и дальнейшего развития себя как в личности. Заебись! Четко! Я бы дал оценку этому баттлу первый и второй раунд за Оксимирона. А третий раунд я дал бы Гнойному. То есть, получается, если бы судил бы я баттл, мой голос был бы за Оксимирона. Ну, вот такая у нас получилась рецензия. Я постараюсь почаще пилить свои мысли на камеру. Ставьте лайки, комментируйте и ждите новых выпусков. С вами был Кирилл. До следующего включения. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!